Классический колосок или французская коса красиво, но к такому все привыкли. А вот дреды, дредлоки, африканские косички или декосы. Чтобы носить эти заморские укладки не обязательно жить на островах. Главное мастера своего найти под названием брейдист. Дреды и дредлоки это древнейшая прическа. Это клок волос в переводе просто. Наши предки сваливали волосы, это было очень удобно, и вот так ходили. Уже в двадцатом веке это стало очень распространено в религиозном направлении ростоварианства, но вообще это очень удобно, очень классно, очень стильно. Света плетет по уникальной ямайской программе. Используют специальные заготовки, и такие косы называются Д-косы. Буковки Д-е, впереди слово дред или коса, означает с английского double ended, означает двойной кончик. То есть у вот такой дрединки она вроде одна, а кончика у нее два. Для чего это делается? Для того, чтобы дать вот этот объем классный, который все хотят, за которым все гонятся. А еще никогда не получается одинакового комплекта и одинаковой прически, потому что абсолютно каждая цветная косичка заплетается мастером вручную еще до того, как попадет в основную прическу. А еще очень классно то, что практически не нужно пользоваться резинками. Прямо готовыми дедрединами или там Д-косичками. Прекрасно можно подвязывать, и с ними ничего не происходит. Очень удобная штука. Правильно, очень эмоциональная. И я вам хочу сказать, что на них подсаживаются. Прямо появляется дредо-зависимость. Не обязательно, чтобы косички покрывали всю голову. Такая прическа смотрится эффектно на любом этапе. Это безопасный способ плетения, волосы отдыхают. Кожа головы, ввиду того, что большая площадь, на которую попадает кислород, она начинает работать лучше. Мы не используем утюги, мы не тянем, мы не сушим феном. И у нас сальные железы работают, как у младенцев, и волосы не так пачкаются. Максимальный вес такой прически – 600 граммов. Носится отлично, ухаживает за ней легко. Используем привычный шампунь. Через полтора месяца на повторный прием к мастеру.